Ну и сейчас мы предлагаем перейти уже к нашему гостю, который наверняка заждался, и будем говорить на тему, связанную напрямую с телевидением. Тема сегодня обширная и уже скоро, уже в этом месяце, буквально меньше, чем через две недели, все мы перейдем на цифровое телевидение, уйдем от аналогового. А подробнее нам об этом расскажет Геннадий Гордеев, директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети. РТПЦ Республики Крым. Доброе утро. Здравствуйте, Геннадий Геннадьевич. Ну, уже 14 октября состоится переход на цифровое вещание, да, все об этом говорят, я думаю, знает уже абсолютно каждый в каждом уголке Крыма, но все-таки возникают некоторые вопросы. А не будет ли у кого-то черный экран в доме, как пугают некоторые СМИ? Это правда, 14 октября этого года уже четвертая волна отключений субъектов Российской Федерации, это последняя волна, 21 субъект, переходит на полностью вещание, наземное телевизионное вещание, на цифровой формат. Отключения будут происходить не сразу, а в течение недели будут транслироваться на тех каналах, которые будут отключаться, специальные заставки с инструкциями, если вы увидели эту заставку, вам необходимо совершить соответствующие действия. На сегодняшний день федеральная целевая программа, которая реализована в прошлом году, обеспечивает для нашего субъекта 96,91% охвата населения Крыма, то бишь им обеспечена техническая возможность приема цифрового сигнала. Оставшиеся три с небольшим процентом населения, которые не охвачены наземной цифровой сетью, для них предназначается так называемое непосредственное спутниковое вещание. То есть все 100% населения субъекта охвачены тем или иным видом цифрового телевидения. Кто-то наземной, кто-то спутниковым сегментом. Ну вот вы знаете, у нас вчера был гость Дмитрий Зеленский, предприниматель, который рассказал о том, что у нас половина населения живет в селах. Селы – это все-таки, можно сказать, труднодоступная местность, как и, например, горная. Туда, там не так много вышек, как в городе, например, да, и часто сигнал не доходит. Вот эти люди, они в итоге получат цифровое вещание или спутниковое, как вы говорите? Ну, действительно, есть ряд населенных пунктов с малой плотностью населения и труднодоступных, то бишь в горной местности, до которых сигнал может не доходить. Эфирного, наземного, эфирного цифрового вещания. Как я уже отметил, что для 100% существует возможность просмотра, по крайней мере, двух федеральных мультиплексов. Около 97% – это наземным способом или спутниковым. Спутниковый вообще охватывает сегмент, охватывает 100% населения. А наземный, он же регионализированный контент, он около 97%. Пока что сложно, Геннадий Геннадьевич, давайте попроще. Так скажите, останутся они без вещания? Нет, им придется использовать непосредственно спутниковое вещание. То есть это спутниковый сегмент, да. Вы знаете, несмотря на то, что меньше двух недель осталось до вот такого масштабного шага, до перехода на цифровое телевидение, наверняка есть многие люди, которые еще не позаботились, не приобрели необходимое оборудование. И давайте напомним им, как же это все-таки надо сделать. Действительно, у нас на практике уже по предыдущим волнам отключения пиковый ажиотажный спрос на оборудование, которое принимает цифровое телевидение, как раз вот попадал на вот этот период. За неделю, за две недели и уже после отключения в течение одной-двух недель. На сегодняшний день на рынке тут нельзя говорить о каком-то конкретном оборудовании. Мы поговорим о принципах. Современные телевизионные приемники, выпуска моложе 2014 года, они обладают уже встроенным как бы тюнером цифрового приема. А те, что постарше? Ну, для того, чтобы проверить, надо почитать инструкцию, описание на телевизор. А те, что постарше, любые даже ламповые телевизионные приемники могут быть дооборудованы внешним тюнером, приставкой. Подключение, способ подключения абсолютно дружественный, как бы для любого абонента. Он очень понятный. В случае необходимости существуют горячие линии, интернет-ресурсы, смотрицифру.рф, 8-800-220-2002, это телефон федеральный, есть региональные горячие линии, поэтому сложности не составляют. Основным еще нюансом, который должен присутствовать, это наличие дециметровой антенны, направленной в сторону телецентра. Если эти факторы совпадают, никаких проблем с приемом наземного сегмента цифрового вещания нет. Вот я еще хотела такой вопрос узнать, может быть, он тоже будет немножко сложным для зрителей. Мы попросим вас рассказать попроще, но в техническом плане, как это будет происходить для РТПЦ, то есть вот как будет происходить отключение там? Ну, уже сценарий известен. 14-го числа после утреннего выпуска новостей ВГТРК, филиала ВГТРК, это в районе 9 утра, по окончанию этого выпуска будет подана команда на переключение всех вот аналоговых передатчиков, которые входят в список, на вещание заставки. Это специальные заставки, и неделю еще будет транслироваться заставка с инструкцией. Если вы увидели эту заставку у себя на экране, вам необходимо совершить ряд действий. Такие, такие, такие. Отмечаю, что аналоговое вещание региональных каналов не прекратится. Это такие каналы, как передатчики АНОТРК Крым, терридекомпании Милет. Ну, потому что они входят в мультиплекс. Они хоть и входят, вот в Крыму уникальный есть третий мультиплекс, действительно, его можно смотреть и в цифровом формате, и так далее. Но дело в том, что до конца года вещатели приняли решение продолжать пока аналоговое вещание. Что будет с 2020 года, это уже вещатели сейчас должны определиться. И, возможно, разные решения. Вот я как раз-таки хотела узнать про местные телеканалы, которые не входят в мультиплекс. У нас известно, там, допустим, в Севастополе есть канал, в Феодосии, в Керчи, но сейчас они становятся филиалами Первого Крымского и Крым-24. Но, тем не менее, вот, например, Севастопольский, останется ли к нему доступ? Ну, на территории наших субъектов, двух субъектов, вещается третий мультиплекс, как я отметил, но он немножко отличается на территории Крыма и на территории Севастополя. В третьем мультиплексе на территории Севастополя присутствуют две телекомпании севастопольские на территории субъекта Республики Крым. Также две, но вещается одна севастопольская телекомпания. То есть одна компания севастополя вещает только на город Севастополь автономно. В то время, как АНОТРК Крым и Милет вещаются в третьем мультиплексе и там, и там. И вот у меня еще такой философский вопрос, потому что многие СМИ говорят о том, не знаю, это, наверное, пророчески или нет, но говорят о том, что с приходом цифры умрет все местное телевидение, ну, в других регионах, если говорить о других. Вот как вы думаете, так или нет? Нет, на практике сейчас предпринимаются меры, насколько нам известно, включения региональных компаний в федеральную, к примеру, ОТР, есть региональные представительства ВГТРК и так далее. То есть люди не останутся без региональных новостей и региональной информации. Поэтому вот я что и сказал, ранее так называемый наземный сегмент цифрового вещания, он регионализирован. Туда включаются, пересобираются мультиплексы здесь, на территории субъекта, вводится дополнительная информация уже регионального характера. На данный момент сколько регионов страны уже перешло на цифровое вещание? Ну, осталось перейти 21 региону, все остальные уже перешли. И вот непосредственно в этот шаг все и произойдет? Четвертая волна, это уже последний список, который будет переходить. На всех остальных регионах уже вещание осуществляется только в цифровом виде. Уже и заставки выключены, уже полностью передатчики аналоговые вышли. Может быть были какие-либо нарекания, потому что это только произошло относительно недавно процесс. Насколько качественно он работает? Мультиплексы работают качественно, коэффициент устойчивости сети приближается к 4 девяткам. Это намного лучше вещание осуществляется, чем в аналоге. Весь цифровой сегмент мониторится автоматизированными системами. И существует несколько, как бы, вариантов резервирования. Вот, поэтому намного по надежности цифровой сегмент и по качеству, соответственно, и по количеству программ намного эффективнее, чем аналоговый. Если ведется речь о приеме цифрового сегмента, то качество либо отличное, либо его просто нет возможности вообще приема. Вот так. Геннадий Геннадьевич, время у нас, к сожалению, подходит к концу. Время нашей беседы. Вам большое спасибо за то, что встретили это утро нового дня вместе с нами. Нашим телезрителям напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Геннадий Гордеев, директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети РТПЦ Республики Крым.